Микс Ньюс. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах радио Балком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. И сегодня в студии у нас гость, общественный деятель и поэт Константин Рубахин, который к тому же еще является создателем нового музея, музея масонства. И сегодня мы об этом поговорим. Константин, добрый день. Добрый день, Денис. Рад быть здесь. Сразу отмечу, что музей только вот сейчас строится и готового музея пока мы не предложим, я думаю, в течение полугода. Но к этому все идет, я надеюсь. Об этом будет и сегодня наш рассказ, но я думаю, что, естественно, без наших радиослушателей наша беседа невозможна, она теряет смысл. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира, подключайтесь, комментируйте. По следующим телефонам 6721-2939 и 6721-3939. Оставляйте также ваши сообщения на номер WhatsApp и SMS 2061-91-2061-91. И сегодня нас поддерживает звукорежиссер Родион Золотарев, благодаря которому вы и можете общаться с нашим гостем в студии. Константин, когда я слышу слово «масоны» или «вольные каменщики», я невольно вспоминаю то, что европейские элиты 18-го столетия, с одной стороны, часто сами участвовали в ложах, были членами различных лож в разных странах, с другой стороны, часть тогдашних правителей, монархов, например, та же Екатерина II, сначала вроде бы благоволила к масонам, а потом испугалась их. И подобный страх распространялся по Европе довольно долго, интенсивно. Но сейчас в быту мы часто слышим о так называемом масонском заговоре, и само масонство, с одной стороны, очень привлекательно для людей, с другой стороны, дает почву для теорий заговоров и всевозможных фантазий, а наша программа называется «Культ просвет», в какой-то степени мы занимаемся просвещением. И масонство было связано во многом с просвещением, поэтому сегодня, я думаю, мы могли бы начать нашу беседу с некоторых разъяснений. Могли бы Вы объяснить нам, прежде всего, в чем причина подобных страхов? Ну, как любая организация, которая не... да даже, в общем-то, незнакомую церковь, если Вы зайдете с культом, которого Вы не знаете, то Вам будет казаться странненько, не знаю, там, ну, церковь, любой ритуал, там, африканские маски какие-то ужасные, непонятные, все сразу вспоминаются Вуду, да, там, даже если чуть-чуть, как вот, на микроразличиях, как вот, почему близкие нации друг друга, ну, опасаются, да, потому что язык кажется исковерканный, да, там, русским кажется украинский язык, украинцам кажется русский язык исковерканный, да, и так далее. То есть, чуть-чуть какие-то отличия начинаются, а масонство как раз выросло из христианского, по большому счету, мифа, да, и оно стало таким, как бы, самым прогрессивным видом христианства во многом, да, в первые, там, два века своего существования, с 17 по 19, а в 19-м часть масонства даже уже ушла от христианства, и вообще изначально имелось в виду, наверное, христианство в качестве вот веротерпимости во всех его проявлениях протестантизма, гликанства, там, ортодоксия, все что угодно, но когда говорится о масонском веротерпимости, мы об этом еще поговорим, но фактически в этом эпогее получается, что часть масонства само себя таким образом, как бы, отвергла, потому что первая ландмарка масонства, что признается великий архитектор, создатель вселенной, да, в любом его виде, она была французскими братьями во многом, во великим востоком Франции отвергнута, и в 1861 году Великая Лужанглия отделила их от регулярного масонства. Вот, так что здесь действительно, если говорить о масонстве, мы просто собьемся со счету, если будем рассказывать о направлениях, ритуалах и так далее, можем, конечно, генерально разные основные вехи и появление новых направлений масонства мы здесь обозначить, но нельзя сказать, что это какая-то единая штука, которая вот, где все одинаково думают. Разумеется, нет. Да, иными словами, в различных странах, в различных регионах есть версии на какую-то все-таки общую тему или же развитие, скажем, можем сказать, учения, да? Можем использовать это? Ну да, наверное, потому что, в принципе, масонство – это, в общем-то, та форма и достаточно четкая форма, в которую, в общем-то, каждый брат заливает там свое содержание, по большому счету. Ну, форма жесткая и достаточно внятная, которая так или иначе формируется, влияет на содержание, но оно бы все равно разнится. Для кого-то это, может быть, джентльменский клуб, для кого-то это просто такое пенсионное общество, да, потому что, например, в Америке, фактически там ты там, не знаю, сначала там скаут, потом ты какой-нибудь мерчендайзер, а потом ты масон, то есть там прям вот можно посмотреть, как это… Что-то связанное с циклом жизни. Да, 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 потому что, ну, пожилым людям там становится там скучновато, и, в общем-то, это способ вместо… Ну, это не шахматы, а они там сами друг друга представляют в этом ритуале как шахматы, и это, в общем-то, способ провести время и, в общем-то, подумать о вечном, да. Но есть единая форма фактически, да, то есть, тем не менее, Великая Ложа Англии является тем органом, который наделяет любую ложу её, как бы, полномочиями и включает её в систему регулярного масонства, так называемого. Это первые три степени, три градуса масонства, где существует ученик, подмастерье и мастер, и дальше уже появляются новые ритуалы, которые могут быть в зависимости от страны, в зависимости от, опять же, интересов брата. Там пойти он может в Йорк Райт, в Королевскую арку, может пойти в Скоттиш Райт, в древнепринятый шотландский устав. То есть, это уже следующее развитие. И этих орденов достаточно много. По всему миру их десятки фактически. Ну, там два-три основных направления, и дальше уже Алла и Дегрис, то, что называется, они очень разнятся. Географический первоисточник, я понимаю, если это Великая Ложа Англии, у которой такие возможности и права, то есть, как бы, всё это зародилось в Великобритании. Да, да, чтобы не обидеть сразу французских, допустим, братьев, которые многие регулярные масоны, например, не признают как братьев, как регулярных масонов, потому что это вот Великий Восток Франции, который в 861 году отделился от основного тела масонства, потому что они перестали принимать, не принимать атеистов, агностиков. То есть, они вместо того, чтобы класть там Библию или ту священную книгу братьев, которые присутствуют в ложе во время ритуала на стол, там, может быть, тара, может быть, всё что угодно, любая, там, хагавадгита даже, да, вот, они стали просто класть белую книгу. И это нарушило Первую Ландмарку, что ты можешь не признавать Великого Архитектора, это, значит, нарушает, да, ты должен признавать Великого Архитектора. Это Первая Ландмарка масонства. Ландмарка – так называемое правило. Вот, ну, насчёт истоков, это очень интересно наблюдать, потому что в этом как раз мы в корне, вот, именно в начале масонства спекулятивного, то, что называется, потому что масоны – это просто каменщики, они всегда были там. Масоны любят вести свою историю там, если не от Адама и Евы, да, то, как минимум, от храма Соломона, от Первого храма. То есть, в основе идеи метафора строительства. Строительство, да, это сначала мы начинаем… Ну, вообще-то, как бы мы понимаем, что строительство, в принципе, объемлят в себе, наверное, все науки, да. Это и геометрия, это, ну, то есть, математика, и вообще это проецируется на всю Вселенную, как бы, строительство Вселенной, потому что архитектор Вселенной, то есть, это и физика, вот, это и, ну, все её направления, там, кинетика и так далее. Ну, плюс ещё ко всему это и эстетика, искусство, пропорции и прям вот всё-всё, весь мир. То есть, строительство, получается, весь мир. И когда мы из практики переносим это в философию, то получается спекулятивное масонство. В принципе, те ритуалы, которые масоны сегодня исполняют, они зарождались, наверное, как есть, нету, потому что чётких источников, и тут очень много споров, но все абсолютно убеждены, что масонство уже в каком-то более-менее ритуальном виде сбралось в XVII веке. В XVII веке в Англии, но при этом масонство открылось, и официальная дата учреждения масонства является 1717 год, когда в там таверне противень и гусь, гусь и противень, несколько лож собрались и учредили Великую лужу Англии. Ещё один вопрос. Почему слово «ложа»? Это нас как-то приводит снова к театральному искусству. Почему это не, допустим, комната? Нет, это «ложа каменщиков». Это именно те организации, которые назывались «ложами». То есть это что-то вроде близкое к цехам? Да-да-да, к гильдиям, да. Вот, где собирались каменщики. И, в принципе, то, что называется древние уставы, ложь, они начинаются у нас с XVI века уже, там манускрипт Кука рассказывает, да, в 598 год. И уже тогда, в принципе, были, по большому счёту, не ритуалы, но не каменщики внутри ложь. То есть там первая известная ложа Мари Шапель, она вообще уже там, да, с начала как раз XVII века уже существовала, и они принимали туда не только каменщиков, потому что уже оно перестало самооккупаться, грубо говоря, а стали приглашать всякую интеллигенцию. То есть самый первый известный не каменщик масон, это 598 год, который был там, ну, местным графом, кажется, я не помню сейчас, к сожалению, как его звали. Его просто пригласили, он там сидел, вот как бы присутствовал. И потом всё больше и больше интеллигенции, и в XVII веке, в очень интересный период Англии, когда возникла наука вообще, то есть сама по себе оформилась, и в её возникновении, конечно же, масонство играло исключительно огромную роль, потому что учредители королевского общества – это как раз первые известные масоны, МРА – это исходящие из розенкрейцеров представители будущего уже просвещения, да, то есть там Бэкон и так далее. Ньютон тоже был? Ньютон, в принципе, был мистиком и алхимиком, и его дневники говорят нам о том, что 90% вообще его мозговой деятельности было посвящено именно метафизике, в теологии, но документов о том, что он был масонов, нет, нету до сих пор, хотя тот же Мурей, который был, или Дезегулье, который был помощником Ньютона, он вообще стал основателем многих ритуалов масонства и вообще одним из новоположников масонства. И, конечно же, Ньютон был прямо в центре этих событий, но так как он был человеком достаточно скрытным, не любил афишировать свои официальные посты, при этом он был мастером Монетного двора, конечно же, он мог это скрывать, но косвенные признаки говорят о том, что он просто вот в центре масонских событий находится, и не иметь отношения к братству он не мог, и, скорее всего, он был как бы очень близок к масонству, если не непосредственно масонам. Ещё один вопрос. Можем ли мы связывать зарождение масонства с культурой протестантизма? Об этом и речь, об этом и речь. Вообще, изначально масонство, у меня есть такой небольшой текстик, вот тут лежат эти пару сотен страниц, про то, как вообще вернулось знание, скажем, в Европу. То есть, то, что… Вот у меня есть книжечка, например, «Тоже будущий объект музея», это фактически «Инкунаболо», это перевод, то есть это не перевод, это латинская публикация Марсилия Фичина в Флоренсе, 518 года, «Три книги о жизни». А Фичина – это тот, кто перевёл герметический кодекс по Эмандо, Расклепи, это книги, где было написано про гермеса тресмегиста. Я помню, что у него иногда были проблемы с церковью и его время от времени только благодаря Медичи, как бы ему удавалось порой избежать… Ещё как, ещё как, да. Конечно же, это всё как раз вот время, то есть вот этот 15 век, мы не говорим там про Тричента и так далее, но именно в 15 веке очевидно, Ренессанс, именно развитие знания, возвращение к дохристианским или христианским гностическим источникам дало импульс вообще гуманизму, потом просвещению, и родило современное общество. Вот как бы этот, например, труд стоит примерно в основе современного общества. И очень интересно, что в основе же современного общества именно стоит возвращение к мистическим древним традициям, потому что и масоны сами говорят о том, что они во многом воспроизводят мистерии, там, начиная от… Ну, скорее, продолжая эллифсином, а начиная с Египта, потому что культ Египта как раз во время возрождения очень активно развился. Вот. Ну, конечно же, тут есть, может быть, это там лишний будет виток нашей темы, но забавно, что Фичино думал, что тросмегист, он по большому счёту ровесник Моисея, но на самом деле это продукт II-III веков, как раз когда, ну, как назовём, в общем, язычество, то есть греко-римский пантеон пытался там себя как-то развить, включить христианство и перед римскими императорами, чтобы продлить свою римскую, значит, то, что превратилось в римскую церковь, да, свою римскую власть. А мы помним, что римская империя закончилась в XIX веке официально, да, там, если иметь в виду римскую империю, германские нации. Вот. Они пытались выбрать какую-то новую концепцию религиозную. И мы могли бы быть метроистами, это вообще 50 на 50, на самом деле, то есть было бы много шансов. Или, например, это, опять же, мы возвращаемся к тем знаниям, которые в массе у масонов есть, да. Париж, например, скорее всего на 90, опять же, там, процентов называется от Исиды, пар Исис, если под Исидой. Если мы возьмём древнюю карту Парижа, Лютиции, как тогда называлась, грязь по-мастыне, там, 2-го, 3-го века, то мы увидим, что на месте Сан-Жермен-де-Пре находился темпл д'Исис, храм Исиды, там, Деметра Цереры, там, когда пишутся все три, там, египетская, греческая и латинская, иногда просто Исиды, да. И, в принципе, это то, что, почему, опять же, масонство Египет, то, что пыталось сделать новую религию римская власть, да. В результате победил обрезанный, в общем-то, вариант христианства, да, на Никейском соборе. И гностики все, которые, в общем-то, огромное количество апокрифов, которые не вошли в Евангелие, где там Христос смеётся, где у него жена и так далее, они перешли в такое, в общем, подполье, на самом деле. И только через тысячу лет, грубо говоря, вот в 15 веке, в 14 они стали возвращаться. Будучи уничтожены в Европе церковью, они стали возвращаться с Востока. Отсюда культ и, значит, еврейских знаний, которые там сохранились вместе вот с этими полимсестами или там в каком-то виде сохранившимися рукописями. И арабских, между прочим, в масонстве есть течение проарабское, которое называется шрайнеры, ну, там, египетское, арабское, всё что угодно. У них там всё в ритуале на салям алейкум таком, да, на восточных арабских каких-то традициях. И это знание, извините, наверное, без пауз тут сложно это воспринимать. Да, и это знание в результате стало основой будущих мистических течений, начиная с Розенкрицарства, которое потом породило масонство. Да, это конец 16-го, начало 17-го века. Иными словами, мы можем говорить о том, что так как протестантизм был, скажем, кризисом католической веры, то, по сути дела, протестантизм как бы привёл к тому, что древние источники, которые запрещались, они как бы вернулись в научный обиход, как бы в пространство, и, скажем, представили альтернативные тексты, размышления, альтернативное видение. Можем ли мы считать масонство своеобразными зачатками гражданского общества? То есть, как бы, суть гражданского общества – это альтернатива. Несомненно. Несомненно. При этом, ну, конечно же, мы тут пропустили целый этап. Мы вкратце можем сказать, что вот именно противостояние между схоластиками, которые были ближе как раз к католической церкви, и гуманистами, которые, в принципе, не все приняли, например, протестантизм, как раз Мортердамский, который в основе гуманистического движения находится, потому что он считал их тоже достаточно радикальными. Лютер обозвал Коперника одним идиотом, Джордана Бруно просидел в тюрьме в Швейцарии, тоже так достаточно в угрожающем для жизни режиме, на самом деле. Вот. Но это был неизбежный радикализм, конечно, который просто очищал вот эту вот охоту на ведьм, которая имела в виду церковь, и который, в принципе, подстегнул это. И на самом деле тут Англия очень интересна, именно мистическое, именно гуманистическое сообщество Англии на самом деле сыграло тоже очень интересную роль, потому что те же первые мистики и гуманисты, которые были вот в Англии, имею в виду не первые, а именно первые такие уже известные мистики, там Джон Ди, например, они активно поддерживали протестантизм, в том числе Пфальский проект, да, то есть я про это могу рассказать, если вы меня попозже спросите, мы можем эту тему просто развить позже, это очень интересная история, связанная с как раз с мандарками. Вы упомянули охоту на ведьм, но как раз в начале 17 века в Англии охота на ведьм стала действительно как бы новый взрыв, когда произошел тоже Яков Первый, который сам написал сочинение о том, как узнать, о том, есть ли ведьма или... Да, но это не касалось во многом, кстати, как раз интеллигенции, так скажем, да, вот именно тех людей, которые занимались знаниями, а было направлено на... Это было для простонародия. Для простонародия, но с другой стороны, это вообще, опять же, ну, эхо такой религиозной войны, потому что церковь тоже в ответ на протестантизм, на... Контрреформацию. Да, возле него как бы развило контрреформацию. Но что важно именно про гражданское общество, про это очень важно сказать, потому что масонство изначально возникло как площадка для междисциплинарных и межконфессиональных и межполитических коммуникаций. Например, один, второй известный масон, который написал, что его приняли в масон в 1643 году, первый, Роберт Мюррей, основатель Королевского общества, опять же, Первого научного общества в Англии, он в 1641 году про это написал, да, в дневнике. А Эшмал, Элиас Эшмал, написал в 1643 году, что его приняли в масоны, и он был офицером-роэлистом. И во время Кромвельской революции он находился вообще в Лондоне, и потом всё время Кромвеля он был в Лондоне. На самом деле это было невозможно для роэлистов. Их там преследовали, убивали, или в лучшем случае не давали им там находиться, да. И мы видим, что масонство уже тогда в скрытом виде было коммуникативной площадкой между там круглоголовыми, то есть сторонниками парламента и революстами, между, особенно это было актуально для Шотландии, которая тоже очень сыграла во многом в масонстве, там вспомним Брюсов и так далее, да, они между католиками и англиканами тоже были площадкой для коммуникации. Это очень интересный инструмент, когда, ну вот, например, у меня значок, который будет в будущем музее, да, бригадный генерал Кокерилл. Он был основателем Ми-5. Вы вполне можете показать его камеру, у нас работает. Да, вот мы покажем, да, вот такой вот красивый масонский значок генерала Кокерилла, основателя разведки Ми-5, например, да. Тут же вот этот значок одного из там художников, Тетти Висит, предвестник имприрав и элитов, с успешным именем Вильям Шекспир Бёртон, да. И видя, какие разные люди и подчас находятся там в одной ложе, мы можем представить, как интересно происходила вообще вот эта связь коммуникационная, да. Это была альтернативная площадка для голосов, которые не могли звучать, условно говоря, официально. Которая обогащала и тех, и других, и давала возможность принять общее решение не на поле войны, а именно в ложе. Хотя в ложе запрещено официально обсуждать политику и религию, но это во время ритуала, потому что ритуал – это жесткая штука, и там все от молотка до молотка, нужно как бы соблюдать. А вне этого ритуала, во время Агапы, то, что называется там праздничный ужин и так далее, вы можете говорить о чем угодно, и это лучший способ вообще договориться. Я думаю, что сейчас мы прервемся на короткую паузу и вернемся в студию через несколько минут. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы вернулись в студию после небольшого перерыва. Напомню, это программа «Культ просвет», и сегодня в гостях у нас общественный деятель, поэт Константин Рубахин, который создает сейчас будущий музей масонства. В первой части мы поговорили о, скажем, истории создания масонства, о роли Великобритании, о том, что масонство – это, по сути дела, может быть, даже параллельное пространство для консенсуса и гражданское общество. Вот у нас появились первые звонки, примем. Надевайте наушники. Добрый день, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Ну, вот я слышала не один раз, там по телевизору еще где-то проскальзывают такие моменты, что масонство никуда не исчезло. Что это очень могущественная организация, и верховная масонская ложа вертит всей политикой и экономикой на Земле. Это так или это просто чьи-то выдумки? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, это классический вопрос, когда мы говорим о масонстве. То есть, кто-то господствует в мире, мы не видим их, как бы тайные силы и так далее. Об этом необходимо поговорить, да. На самом деле, это свойство вообще нашего сознания – вытеснять все, что мы не можем понять или еще не успели понять, в некую организованную структуру. Иначе нам просто будет страшно, что мир основан на хаосе. И по большому счету, скорее всего, во многом это так, потому что, вы знаете, масонство, конечно же, существует до сих пор. Недавно Англия, ну, Великая Ложа Англии собирала всех, ну, не всех, но лучших братьев в Лондоне, чтобы отпраздновать 300-летие, ну, как вот, 17-17, 2017. Простите, что такое лучшие братья? Ну, не лучшие братья, ну, кому повезло, тот поехал на 300-летие. Ну, как это, по партийной линии происходит, да? То есть, ложи делегируют. Ну, да, кого-то приглашают, кого-то делегируют, то есть, нужно было собраться и всем как-то встать в эту очередь и попасть или не попасть туда на это 300-летие в Лондон. То есть, масоны существуют сегодня, они также практикуют свои ритуалы во всем их разнообразии, да, и единообразии первых трех степеней, скажем. Вот. Ну, управлять, знаете, опять же, ну, нету такого инструмента. То есть, мы, как бы, они могут договориться, они могут принять какие-то общие, какие-то точки зрения, да, но все вот инструменты управления вообще миром, они достаточно явные, да? То есть, мы видим, как государство договаривается, как внутри государства идет демократический процесс, в лучшем случае, если это хорошее государство, да? Вот. А вот эти все истории заговора, конечно же, во-первых, они имеют корник в той теме, которую мы только что описали, противостояние той же католической церкви, церкви протестантской какой-то, обновленческой, ну, и вообще той просвещенческой модели, которая, может быть, даже и не всегда эту церковь ставит на то место, которое бы хотелось бы оказаться религией. И первое, как раз вот все, что сейчас там цитируется в телевизоре относительно масонства, основывается, грубо говоря, на таких трех китах. Первый кит – это первые, как раз, такие антимасонские панфлеты, и автор термина «жидомасоны», да, является Гюстен Борюэль, такой иезуит XVIII века, в 1796-1997 году вышла его книга «Мемуары по истории якобизма», да, и там именно он описывает, что существует система масонства, которая сращена с еврейством, которая призвана разрушить церковь, ну, потому что он, как бы, представитель католической церкви. Это тоже период реставрации, по сути, нет, еще нет, как бы. И как раз, да, и как раз мы очень хорошо можем поставить на свои места, откуда эта пропаганда, то есть понимать, откуда она идет. Он больше всего критикует, что просвещение. Да, ну, на самом деле масонов и философов обвиняли в подготовке французской революции. Да, и как раз, когда вот мы говорили, что Екатерина сначала любила-любила масонство, а потом разлюбила, просто, я думаю, она вот, там есть такой один из первых памфлетов бюллетеней, да, французской революции, где очень замечательный колон-титул. Тут как раз «Пламенящая дельта», то есть «Всевидящее око» – это отвес с уровнем и угольником, такой совмещенный инструмент, то есть абсолютно масонские символы в революционном буклете 93-го года. Прокламаться, ну, не прокламаться, а в революции. То есть, условно говоря, вот оно, доказательство, да. И когда Екатерина увидела, что вот, так сказать, революция, вот масонская и колон-титул, она всех, значит, масонов имеющихся призвала и, как бы, на веков даже попал в тюрьму. Ну, и плюс это было еще связано с Павлом, которого масоны достаточно близко общались с ним, и понятно, что был, в общем, достаточно большой конфликт. Но именно критика масонства как инструмента просвещения ложится в основе всех вот этих теорий заговора. Первый кит мы сказали, Бориэль и Густен. Второй – это протокол северских мудрецов, который был сделан российской охранкой на основе памфлета французского «Средина XIX века». Излюбленный документ антисемитов. Ну, на самом деле, это был такой памфлет, который запретили в 1924 году. Диалог в аду между Макиавелли и Монтеске. И в 1902 году сотрудник журнала «Фигаро» парижского, Матвей Головин, в сотрудничестве с царской охранкой, и создал протокол северских мудрецов, которые были опубликованы в 1903 году. Уже про них стали говорить и полностью их опубликовал. Ну, в начале XX века, в общем, эти протоколы вышли. Это второй кит. А третий кит – это замечательный доктор Гиббельс, который… И здесь вот у меня есть для музея журнальчик, который сдавался во время оккупации немецкой в 1940-е годы. Очень много антимасонских статей в этих журналах. Как раз это часть нацистской пропаганды, которую видели в этом, то есть своих главных врагов. Хотя нацисты достаточно, скажем, любили всевозможные тайны общества, мистики, братства и так далее. Они видели у масонов-конкурентов. Например, чтобы найти секреты масонства, Гитлер там, ну не Гитлер, а его там, ребята, разобрали в Гамбурге масонскую ложу по кирпичу. Искали тайны масонов. Нашли? Обломались. Вопрос наших радиослушателей в WhatsApp. Какие центры масонства в Риге вы знаете? Но везде есть свои лужи, да? Здесь есть лужи регулярные. Есть и рижская лужи. Есть лужи регулярные, и есть лужи демократические, то, что называется, вот этого Великого Востока Франции, который не является регулярным. То есть здесь и в Балтии, и во всех странах Балтии есть лужи, и они не то чтобы скрываются в интернете, все можно найти. То есть Великая Ложа Латвия, существующая организация, вполне как бы открыто существующая, просто она не открывает ритуалы, а все остальное про это может почитать. Как рекрутируются члены ложи? Ну, приглашаются, приглашаются. Не существует пропаганды какой-то, да? Да, то есть нет ни плакатов, ни листовок, вступайте. Да, абсолютно, это запрещено. А по каким критериям, допустим, выбираются люди, которые могли бы обогатить лужу? Ну, именно по этим критериям и выбираются. То есть это успешный человек, умный человек, то есть человек успешный в своей сфере, и, как правило, я уверен, что и среди ваших друзей есть люди, которые ходят в лужи. Если он интересуется, то есть он должен сам заинтересоваться, то тогда его приглашают. Еще один вопрос поступил, он, правда, я не знаю, насколько можно на него ответить. Кто из правительства Латвии члены ложи? Никогда об этом нельзя говорить, потому что, во-первых, я и сам не знаю, а во-вторых, если человек говорит, это как аутинг, да, то есть абсолютно те же законы. То есть если человек говорит сам, что он масон, никто ему не запрещает. То есть нет запрета? Масону запрещено рассказывать подробности ритуала, ну просто потому что никто не поймет. И то есть сейчас в интернете можно найти вообще полностью описанный ритуал со всеми кодовыми словами и так далее, но просто иначе, если человек это прочитает, он не поймет суть. То есть это нужно долго-долго рассказывать историю, вот как мы какую-то сутую часть рассказали этой истории, как бы это надо знать, чтобы понять ритуал. А все остальное, всю эту систему, как бы, пожалуйста, человек может рассказывать, если он готов. Если он не готов, никто за него не должен говорить, что он масон. Это абсолютно запрещено, так нельзя делать. Возвращаемся в 18-е столетие. Моцарт «Волшебная флейта». Что вы скажете об этой опере? Ходили слухи, и до сих пор ходят, что это была попытка, скажем, первой весы, что это своеобразная пародия на ритуалы масонской ложи. С другой стороны, так как Моцарт сам участвовал, был членом ложи, то это в какой-то степени, по крайней мере, у Формана в фильме воспринималось как своеобразное предательство и рассказа как раз ритуала, что запрещено. Как вы можете прокомментировать это? У меня в музее, кстати, есть копия масонского автографа Моцарта во время работ в одной из лож. Он просто в книге «Посещение» оставил этот приветик, и там видно, что, так сказать, Моцарт, Амадея, и все конкретные значки ритуала нарисованы. То есть, такое совершенно прямое вещественное доказательство. Но в масонстве Моцарта почитают, его не считают предателем, и он к этому относился серьезно, будучи венской ложи, и он при этом создатель той музыки, которая до сих пор используется в ритуалах. А, даже так? Да, и Моцарт используется в ритуалах. Ян Сибириус используется в ритуалах, тоже такой масонский композитор, и Моцарт обязательно. Это были сочинения, которые он писал для лож, или это просто, условно говоря, возможность выбрать из всего репертуара композитора какие-то работы? Во многом эта музыка сделана специально, ритуал, она используется, да. Тогда мы можем снова вернуться, может быть, к теме, которая, возможно, больше всего будоражит воображение людей. Ритуал – это всегда переход какой-то границы, то есть это состояние до, а потом состояние после. И здесь, опять же, если мы вспоминаем тоже «Войну и мир» и целый ряд других сочинений, это что-то, что должно поменять человека, может быть, даже его суть, восприятие реальности и так далее. После того, как ритуал пройден, у человека появляются какие-то функции, обязанности, он берёт на себя какую-то тему, то есть что с ним дальше должно происходить? Это же не просто театральное действие, это же не перформанс, это что-то другое. Ну, вы знаете, здесь нет никакого насилия над человеком, здесь есть только исключительно его воля. В твоей воле стать масоном, в твоей же воле перестать быть масоном, в твоей воле переживать, что ты перестал быть масоном, как в ритуале это называется, усыпили. То есть человека не выгоняют, а с масонства его усыпляют. Он находится в спящем режиме. И, в принципе, нередки случаи, когда он снова потом просыпается, допустим. То есть для некоторых, как, можем вспомнить Фридриха, который сказал, что гран-р-иен, масон, там имел в виду тогда просто, это было всему, гран-р-иен, это великое ничто, да? То есть некоторые просто приходят и видят, что это вообще их не устраивает, и что за ритуалом они ничего не видят. Многие, которые также, например, ничего не видят за ритуалом, говорят, ну, типа, а это что, и всё? Вот, и они уходят, некоторые находят там своё, как один сказал, русский масон, дескать, ну, вот многие там приходят к нам и вот, ну, как-то обламываются. А почему? Ну, потому что они хотели, например, чтобы их научили летать там, когда вот... Даже какие фантазии существуют. Да, то есть ожидания через контрпропаганду, ожидания от масонства, значит, серьёзно завышены. Поэтому человек хотел бы сразу, знаете, как, Изя, почему вы перестали читать, значит, наши газеты, а стали антисемитские? Ну как, у нас одни проблемы, а там мы управляем миром, всеми деньгами и так далее. Так что здесь то же самое. Человек, когда он, оказывается, что его не учат летать, не дают управлять миром и всеми деньгами, то он оттуда уходит, какая-то ерунда, на его взгляд. Тут только сам человек. То есть, если как бы тебе не понравилось, как бы делаешь так, чтобы тебе как бы нравилось. Ну так же, как гражданское общество, абсолютно точно так же. Хорошо. Таким образом, функции различных лож – это что? Это реакция на какие-то, допустим, актуальные проблемы мира, они, естественно, меняются, например, не знаю, там, усиливающаяся бедность или там неравноправие. То есть ложи, если это гражданское общество, то, по сути дела, ложа старается, как бы, и с точки зрения философии, и с точки зрения практики сделать мир лучше. То есть, что это означает? Есть какие-то уровни, я имею в виду, как бы, компетенции, или это темы, направления, условно говоря, там, мы занимаемся этим, а вот соседняя ложа занимается, не знаю, социальными вопросами. В том-то и дело, что эта ландмарка о том, что мы, ну, что масоны там не говорят о политике и не решают политические вопросы в ложе, она значительна, потому что, действительно, и подчас даже в каких-то странах проскакивают антикоррупционные процессы, где оказываются масоны, и это неправильно, потому что не должна быть такой площадкой, которая принимает какие-то тайные решения. Там действует исключительно нравственный закон и духовное воспитание. Из-за этого ты как бы, ну, просто, ну, как, как лечит психоанализ? Ну, вообще психолог, да, грубо говоря. То есть, вот у тебя есть картина мира, и в пределах этой картины мира у тебя нет решения. И психолог делает так, что все вот эти комплексы, которые вот эту картину мира у тебя сужают, чтобы они как бы прорабатывались, и картина мира расширилась, потому что решение находится чуть-чуть за пределами твоих границ. Просто необходимо пересечь эту границу и увидеть. Расширить круглозор. И вот то же самое так работает масон. Просто расширять круглозор. Звонок оборвался, я надеюсь, что радиослушатель может... А, вот попробуем еще раз. Поехали. Добрый день, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, и в чем все-таки суть масонства? Так, по-простому, для человека-философа. Второе. А чем каждодневно занимается член масонской ложи? Спасибо, это был очень хороший вопрос. Мы можем тремя словами сказать, подняв вот эту вот книжечку с бюллетенем французской революции, свобода, равенство и братство. Изначальная история масонства связана с просвещением. То есть, для этого ты просвещаешься как бы сначала сам, чтобы как надень маску сначала на себя, а потом на своего ребенка в самолете кислородном. Так же и здесь. Сначала ты должен как бы подготовиться, а потом просто всеми силами, будь ты преподавателем, будь ты политиком, просто стараться, чтобы люди больше знали, и это именно те идеалы, которые нес в себе гуманизм. То есть, это человеколюбие, это поддержка бедствующих, потому что чарити и благотворительность – это для масонства прежде всего. Масонство всегда славится своими госпиталями, которыми поддерживают, институтами для мальчиков и девочек, различными школами и так далее. Это обязательная история, связанная с благотворительностью масонства, она есть. И это, знаете, это звучит на самом деле как за всё хорошее, но по-другому же, наверное, не бывает. То есть, с этого начинаются человеческие поступки, а потом как бы при всём обилии, и сейчас там говорить, что масонов в мире, наверное, порядка 6 миллионов человек, во всяком, восьми, если с Востоком Франции, или даже под десять. То есть, все эти люди в своей массе всё-таки представляют из себя элиту интеллектуальную, прежде всего, которая пытается как-то развивать и просвещать. Но вот насчёт того, что делают в быту, вот мы и сказали, наверное. То есть, если он ходит раз в неделю, в две недели на собрание ложи, допустим, на какой-то ритуал и так далее, или ездит куда-то ещё в какие-то гости тоже на ритуалы, и в любой стране он может прийти, куда он поехал, по любой причине, прийти и поговорить, прийти, поучаствовать в ритуале. Это вот то, что касается ритуальной части. А так он такой же, я не знаю, преподаватель, предприниматель или парламентарий, как любой другой. Может быть, чуть более ориентированный на какие-то мистические, на какие-то такие глобальные идеалы. В оставшееся время, это приблизительно 5 минут, я бы хотел поговорить о идее создания музея масонства. Да, с удовольствием, с удовольствием. Почему? Ну, во-первых, потому что ближайший музей от нас открытый будет, наверное, в Париже. Далековато. В Брюсселе, да. А потом в Лондоне. И потому что у меня большая коллекция, не знаю, смело будет сказать или нет, что, наверное, самая большая в Восточной Европе. Она действительно... Сколько объектов она? Объектов. Ну, вот у меня, там я сейчас делаю фотоархив для проекта самого музея. Проект делает российская компания, которая работает на международном рынке, музейном. Там, получается, фотографии тысяч шесть, наверное, семь. Ну, там, получается, объектов две-три тысячи, наверное, есть. То есть, так, если просто вот считать, знаете... Конкретные предметы. Сложно, сложно посчитать, потому что это, может быть, там, множественные какие-то объекты. Или это вот считать, это за один или за два объекта. В общем, сложно считать мелкий значок или не считать. Да. И, видимо, пришла пора показать это людям. Пришла пора избавить квартиру от всего этого, потому что жить становится негде, да. Ясно. Хорошо. Это одна из мотиваций. Да, да, да. На самом деле хочется... То есть, для меня это способ вообще изучения истории, потому что это такая каша из топора, в которой вот рождают все остальное, как бы понимание, как вообще мир развивается, работает и так далее. И когда я там стал писать просто про истоки масонства, начиная там с гуманистов и так далее, я увидел, что это выстраивается очень красиво, одну линейку. Я прям структурно все свои предметы как-то вижу. То есть, это относящиеся, например, к известным людям. У меня там есть очень много автографов, связанных с масонством, там, американских президентов, например, да. Там Гарри Трумана, масло на 33 степени, там, вице-президента, который был у Уйра Вилсона, там, тоже 33 степени, там. Ну, основные все президенты первые, там, американские, понятно, они были масонами, причем масонами именно... Америка вообще строилась по масонскому принципу, да. И эти объекты вот известных... А у меня есть, например, сертификат ложи Родерда Киплинга, да. А если мы будем говорить там о Пушкине, о Суворове, о Кутузове, как о масонах, то людям это будет интересно. И, наверное, такие люди, которые имели такую высокую... И сознание такое высокое, государственное сознание, не могут быть врагами и жидомасонами, да. Вот, это надо показать. Потом надо показать просто, как этот ритуал развивался и как он исходил именно из стремления человека к знанию, вообще к пониманию, откуда он, кто он, и вообще к глобальной такой метафизической философии. Таким образом, часть экспозиции будет посвящена все-таки ритуалу, то есть... Чуть-чуть будет, да. Да, там будет комната ритуала, там будет зал ВИП, там будет комнатка, так называемая медитация, через которую... Зал ВИП звучит, как в аэропорту, что это? Да, да, да. Ну вот, ВИП, это для себя назвал ВИП масонов, да, то есть людей, которые известны, известны международные люди, то есть президенты американские... Комната славы. Вот, то есть генерал Кокреил, художники, опять же, президенты, писатели и так далее. То есть мы покажем просто конкретно, что вот эти люди были масонами, что они, в общем-то, на самом деле великие, и они движут миром. В хорошем смысле этого слова. Ну, создать музей, как бы, это огромный труд, не только концептуальный, но еще и логистика и все следующие моменты. В каком состоянии сейчас сама идея? Есть пространство, есть уже помещение 300 с лишним метров, вот, есть коллекция, готовится проект. Я надеюсь, что... Я хочу к лету, чтобы он уже открылся, но как вот, человек полагает, Бог располагает, но мы стараемся, мы стараемся как можно скорее его открыть, потому что уже появляются издержки в виде помещения, за которые надо платить, и не хочется, как бы, сильно уже попадать на минус в этой ситуации. Помещение находится в Риге? Помещение находится в центре города, да, и оно очень удобно, доступно, и я думаю, что у нас будут доступные программы и хорошие, в общем-то, оповещения людей, чтобы и местные посмотрели все, и туристы. Я думаю, что это очень хороший инструмент для привлечения турпотока в Латвию, и в этом отношении я бы хотел работать с государством, потому что пока обратные связи от властей, там города или государства я не получил в качестве каких-то там хотя бы небольших грантов, потому что вложили мы достаточно уже много, то есть там большие инвестиции уже и в коллекцию помещений и так далее, и сил, и средств. Поэтому мы ждем каких-то ответов от местных властей, чтобы получить возможность сделать этот музей на высоком уровне и привлечь сюда туристов, в Ригу. Что ж, тогда я пожелаю вам успеха в этой тяжелой деятельности, создавать музей, музей, который будет рассказывать многим о том, чего они боятся. Я думаю, что сегодняшняя наша беседа, возможно, поможет кому-то понять, что страхов бояться как бы не стоит, нужно о них говорить. Сегодня вы рассказали и об истории, и о том, как бы чем занимается современное масонство, и что это все-таки открытая и прозрачная как бы структура, именно в таком пространстве, где больше света, там меньше страхов. Спасибо большое, Константин. Я благодарю наших радиослушателей за звонки и за комментарии. Не на все мы смогли ответить сегодня, а у нас время было ограничено. Напомню, что на этой неделе, 8 числа, мы продолжим нашу беседу на актуальные политические темы. Зима близко. Сегодня в гостях у нас был Константин Рубахин, основатель будущего музея масонства, поэт и общественный деятель. Мой коллега-звукорежиссер Идеон Золотарев помогал нам в эфире. И еще раз большое спасибо, и до скорых встреч. До свидания. Спасибо огромное, до свидания.